Первенство России по греко-римской борьбе собрал на татаме в Самарском дворце спорта почти полтысячи спортсменов в возрасте до 18 лет. 18 борцов представляют Самарскую область. Всего за медали будут соревноваться спортсмены из 61 региона нашей страны. Впервые за места на пьедестале почета поборются команды Донецкой и Луганской республик. Луганчане пока выступают в трех весовых категориях. Сейчас у них мечта одна – чаще выходить на борцовский ковер. Побольше бы соревнований, почаще бы выезжать. Я надеюсь, будем достойно выступать в дальнейшем. Приехали под впечатлением всех, под хорошим очень. Ну, надеюсь, достойно выступим. По крайней мере, покажем, насколько мы там потренировались. Первенство России среди юношей имеет и второе название – «Новая высота» памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта. Спонсоры, две крупнейшие строительные компании страны, приготовили призером и победителем соревнований внушительный призовой фонд. 1 миллион 200 тысяч рублей поделят между собой спортсмены в 12 весовых категориях. Борьба – это единоборство. Это вот мальчишки молодые куются в характер этих ребят. И то, что на ковре происходит, переходит потом в жизнь. Вот это умение достигать своих целей, побеждать – это очень важно. Турнир «Новая высота» проходит в Самаре в четвертый раз. Для многих юношей он стал трамплином на международную спортивную арену. Например, Максим Скуратов – первый победитель этих соревнований, затем побеждал на первенстве Европы и мира. Сегодня дали мы старт нашей очередной новой высоте. Это новая высота для всех, в том числе и для нас, для организаторов. Очень волнительно. Мы хотим, чтобы все прошло без сучка и задоринки. По итогам этого мероприятия будут созданы национальные спорты. И мы, конечно, желаем нашим спортсменам, чтобы эта их новая высота открыла путь к победам мирового уровня. Перевенство России по греко-римской борьбе в Самарском дворце спорта имени Владимира Высоцкого будет идти три дня. Во вторник и среду состоятся отборочные поединки. А в четверг – полуфиналы и финалы в 12 весовых категориях. Кроме призеров и победителей соревнований, зрители смогут увидеть и пообщаться со звездами спорта. Такими, как Ислам Докучиев, серебряный призер Олимпиады, Валерий Рязанцев, двухкратный олимпийский чемпион и легенда в борцовском мире Александр Карелин, герой России, трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.